МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вторник вечер, пришло время для очередного разговора в прямом эфире. Вы смотрите программу «Обратная связь», программу, в которой каждый из вас может позвонить сюда, в эту студию, задать свой вопрос и тут же получить на него ответ. Телефон прямого эфира в Оренбурге 43-45-07. Звонки для вас совершенно бесплатные. Призываю также не забывать про наш интерактив, который традиционно идет по ходу программы. Его вопрос сейчас на ваших экранах, а также вариант ответа на этот вопрос. Итак, как вы поняли из вопроса интерактива, говорить мы сегодня будем о пуховизальном промысле и символе нашего края в Оренбургском пуховом платке. Мои собеседники, министр культуры и внешних связей области Виктор Шориков. Здравствуйте, Виктор Александрович. Спасибо, что нашли время и заглянули к нам на «Гонек», что называется. А также директор фабрики Оренбургских пуховых платков Евгений Бачков. Здравствуйте, Евгений Александрович, и вам спасибо, что пришли и с нами здесь сегодня. Ну вот получается, что немножко такую женскую тему мы обсуждаем в таком сугубо мужском коллективе. Ну что, не ударим в грязь лицом? Покажем все, на что способны, что знаем тему и разбираемся в ней, наверное, ничуть не хуже, чем те женщины, которые издавна занимаются пуховизанием. Ну, директор фабрики пуховых платков, естественно, должен знать эту тему досконально. И я думаю, что у нас каждый оренбуржец знает о пуховом платке хоть что-то, да, и когда ты его держал в руках, значит, что это такое. Поэтому постараемся не подвести наших любимых женщин. Вот для разговора об оренбургском пуховом платке у нас есть сегодня и причина, и повод. Но причина в том, простите, что традиционное для нашей области пуховизание в последнее время начало делать такие заметные шаги вперед, оно начало оживляться, возрождаться. Во всяком случае, сегодняшняя ситуация достаточно сильно, как мне кажется, отличается от той, которая была еще несколько лет тому назад. А поводом послужила воскресная акция, в ходе которой несколько сот пуховизальщиц установили достижение по одновременной вязке пуховых платков. Это достижение претендует на попадание в известную книгу рекордов Гиннесса. Давайте посмотрим сюжет об этом. Его подготовила моя коллега Ольга Курганская. Она, кстати, в этот день совмещала, как говорится, два дела. Она, во-первых, снимала репортаж о мероприятии, а, во-вторых, сама была среди вязальщиц. Смотрим сюжет. Воскресенье, 13 октября, стало главным днем в программе Покровского праздника Оренбургского пухового платка. На самое массовое пуховизание на спицах в России для регистрации рекордов Книги рекордов Гиннесса съехались мастерицы со всего края. Это самое массовое пуховизание. То есть у нас все участники уже зарегистрировались, и они одновременно в течение пяти минут должны вязать. Портер филармонии рассчитан на 600 человек, но желающих оказалось намного больше. Участницам дали две пробных попытки. Организаторы убедились, что все вооружены и готовы. Волнение в рядах рекордсменок не наблюдалось, а вот песня помогала в сотворении пуховых кружев. Оренбург, Шиляга, 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 Шиляга. Поддержал пуховизальщиц Края и губернатор. Это действительно наша гордость. Я благодарен всем вам, что вы сохраняете вот эту нашу жемчужину, приумножаете ее и самое главное, передаете ее последующим поколениям. Спасибо вам, низкий поклон. И вот самые волнительные минуты. Секундомер отсчитывает время. Вязальщицы накидывают петли, спицы порхают в воздухе. До установки рекорда, который будет зафиксирован в Канеге Гиннеса, еще далеко, но относительно российского первенства сомнений не осталось. Поддержим отчетом в зале присутствует огромное. 699-х, на 10 лет на сегодняшний день. Дороговым, поздравляем! Дальше только необходимые формальности и праздничная программа, в которой приняли участие лучшие творческие коллективы города и области. Оренбургский промысел и те, кто его поддержал, как и всегда, оказались на высоте. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 43-45-07. Говорим мы сегодня о пуховизуальном промысле, как символе нашего края, Оренбургском пуховом платке. Виктор Александрович, начну с такой немножко наивного вопроса, но тем не менее. Вот для чего нам все это надо было? Нам, я имею в виду, Оренбургским всем. Потому что, вот насколько я знаю, Оренбургский пуховый платок и так все знают. И в нашей стране даже за ее пределами, как символ Оренбургского края. Но, во всяком случае, в другом регионе где-то начнешь говорить, что ты из Оренбуржии. Все говорят, а, знаем Оренбургский пуховый платок. Зачем же тогда эта акция? Ведь книга рекордов Гиннесса подобными рекордами, она и так переполнена. Ну, во-первых, я считаю, что появление Оренбуржья в книге рекордов Гиннесса ничего плохого в этом нету. Даже очень хорошо, что еще там Оренбургский пуховый платок появился. И то, что вот такое количество пуховизальщиц у нас одновременно вязали пуховый платок, ну, наверное, это некое такое небольшое достижение. Но мы не ставили главной целью восстановления рекорда. Главная цель – это все-таки пропаганда нашего народного промысла. Мы еще раз доказали, что сегодня этот промысел народный, он живет, он развивается. И он массовый. Как вот уже было сказано, что еще и в филармонии не хватило мест для тех, кто хотел бы принимать участие. Я просто знаю, что у нас были заявки, звонки, что давайте мы еще приедем. И нас бы, конечно, если всех пуховизальщиц Оренбуржья собрать в одном месте, наверное, стадиона бы не хватало. Так а сколько у нас, как вы по вашим расчетам, сколько у нас людей, которые этим занимаются сейчас реально? Ну, это трудно сказать, потому что, ну, по крайней мере, в селе, ну, я думаю, что из 10 женщин, как минимум, наверное, 8-9 когда-то держали в руках спицы. Потому что, ну, коренные наши сельские труженицы, ну, я не представляю, чтобы они не умели хотя бы там несколько петель связать Оренбургского пухового платка. А наши традиционные территории, которые были здесь представлены, Царактаж, это там Кувандык, это Орск, Новотройск, Миногорск, там, мне кажется, в селе каждая женщина и каждый мужчина, кстати. Вот вы задали вопрос, почему мужчины? И мужчины у нас очень... На разговоры мужчин и вязальщиках. Давайте, что, впереди у меня немножко тут заготовочка есть. А пока давайте, чтобы Евгений Александрович к нашей беседе присоединился, он же заскучал у нас там немножко, я смотрю. Евгений Александрович, вот хотелось бы вас подслушать на эту же тему. То есть, что такое Оренбургский пуховый платок? Это прежде всего символ ради символа, или символ, который может нашему региону, Оренбуржию, приносить реальную какую-то отдачу, реальную пользу? Нет, конечно, Оренбургский пуховый платок – это своего рода визитная карточка нашего Оренбуржия. Это узнаваемая. Почему? Потому что где бы мы ни были, в каком-то регионе, в другом городе, когда мы говорим, что мы с Оренбурга, первое, что задают люди, это, соответственно, это у вас там производит пуховый платок, совершенно, конечно, у нас. Поэтому это, конечно же, символ нашего города. Узнаваемость и популяризация проходят за счет Оренбургского пухового платка. А какую пользу он приносит, вот, конкретно, Оренбургскому области этот пуховый платок? То есть, можно ли выразить в денежном выражении, что ли, или все-таки это скорее какой-то такой морально-эмоциональной составляющей? Нет, и, конечно, этот платок, в первую очередь, он создан для тепла, чтобы мы просто не замерзали в наши суровые зимы. Здесь, ну, нельзя говорить, как бы, про деньги, потому что именно для чего создается этот продукт? Чтобы было просто тепло, чтобы это было использовать как вещь, чтобы это можно было носить и согреваться в суровые наши зимы. Виктор Александрович, как вам кажется, акция прошла как надо, или все-таки какие-то были недостатки, или все было как вот? Потому что не совсем я понимаю, вот какие-то кусочки связали пуховые, что дальше-то с ними? Или это просто вот зафиксируешь, что вот именно 700 человек там сидело, и это попадает к нему? Да, 699. Значит, не ставилась целью эта акция что-то связать. Главной целью было, что вот все одновременно вяжут именно наши оренбургские изделия. Что все одновременно вяжут, и главное показать, что все одновременно умеют это делать. Не просто, что пришел человек, что-то там... Совершенно верно, что сегодня умеют у нас вязать оренбургский путь. Но я вот, Евгений Александрович, хотел бы добавить, так сказать, конечно, символ Оренбуржии, это действительно наш любимый и красивый бренд Оренбуржии, но он и приносит материальную пользу, не только. Все-таки, если вспомнить прошлые годы, когда Юрий Александрович, вот когда выступал, говорил, что и платок и согревал, и кормил многие семьи, и давал работу многим семьям, поэтому он и приносит материальное благо тем, кто сегодня вот эти замечательные изделия своими руками создает. Поэтому это тоже немаловажно, наверное. И мы поддерживаем этот промысел, в том числе и с этой целью, чтобы люди были заняты, чтобы люди продолжали этот народный промысел, ну и имели какой-то более крепкий достаток в своих семьях. 43-45-07, телефон нашего прямого эфира. Предлагаю телезрителям звонить, присоединяться к нашему вопросу. Сегодня мы говорим об Оренбургском пуховом платке, как символе края, а также о народном промысле пуховизания, который в последнее время у нас стал развиваться. Если у вас есть что сказать на эту тему, поделиться какими-то своими мыслями, может быть сомнениями, прошу звонить. Еще раз повторю, телефон прямого эфира, 43-45-07, телефон в Оренбурге, звонок бесплатный. Виктор Александрович, теперь от тем акций перейдем к теме, собственно, пуховизания как народного промысла. Вот поговорим о том, кто вяжет, зачем вяжет и, собственно говоря, что из этого всего получается. Вот кто вяжет? Вот у меня и у многих, наверное, телезрителям есть такой стереотип, что пуховизачица – это такая немолодая уже женщина, можно сказать, бабушка, живет на какой-то маленькой деревне, долгими зимними вечерами расчесывают, вот они на козье пух, потом из нее делают пряжу, потом вяжут паутинку или платок. И почему она это делает? Потому что она так делала и 5, и 10, и 20, и 30 лет тому назад. Так делали ее мамы, так делала ее бабушка, и прабабушка. Все это передавалось поколение в поколение. Ну, вяжут они, собственно, эти платки не для того, чтобы целью личного обогащения, а для того, что, в общем, они не представляют другого для себя занятия, они к этому привыкли. Так ли это? И есть ли у нас вообще обобщенные данные, кто у нас вяжет, что вяжет и, главное, зачем вяжет? Есть ли какая-то статистика? Ну, такой статистики нет. Я, во-первых, хотел ведущего поправить, что у нас не начинается этот промысел, как вы сказали, я тут запамятовал, у нас продолжается этот промысел, он развивается. Я хотел сказать, возрождается. То есть одно время мы все-таки наблюдали за античным. Он у нас не пропадал. Может быть, мы не так активно его пропагандировали, этот промысел. А вообще, я могу сказать, вот вы говорите о бабушках-старушках, ведь сама акция началась, вот эта работа началась в 2009 году, когда наш музей изобразительных искусств вместе с Советом женщин провел акцию от мамы к дочке. И тогда очень много молодых мастерец как раз участвовали в этой акции. Мы увидели, что не только старушки, о которых вы говорите, но и очень молодые девушки сегодня и юноши обладают этим вот замечательным мастерством вязания пухового платка. Поэтому я не совсем согласен, что пожилые только женщины этим занимаются. Ведь она пожилая сегодня, но когда-то она была молодая, и когда-то ее тоже мама научила. И вот эту традицию мы сегодня поддерживаем, чтобы вот уже взрослые, умудренные опытом мастерицы, учили молодых. Кстати, в рамках вот этих трехдневной акции, она же не только у нас была, это рекорд Геннесса, это было и открытие выставки в галерее пухового платка, и была, кстати, у нас выставка в художественном колледже студенческих работ. Это студенты, которые сегодня обучаются, они тоже замечательные изделия себе показали. Поэтому этот промысел, он расширяется, и мы надеемся, что он будет расширяться еще больше. Ну вот, в продолжении темы, что вяжут у нас там бабушки-старушки, на самом-то деле, как говорит история, в 20 веке самый большой платок в истории 20 века пуховый связал Ермолай Федоров, очень даже большая. Вот, экспедиции по традиционным местам, которые сейчас пуховизания, ну, село Желтое и так далее, все известные эти села, установили, что мужчины не чураются этого занятия, то есть они тоже активно занимаются пуховизанием. Вот почему так? Кстати, в зале мы сейчас видели, когда сидел мужчина вязал, мы видели сюжет. Почему так? Потому что население от работы, и люди вынуждены заниматься, это какой-то доход. Или действительно приходит такой, приносит такие деньги, вот это пуховизание, я имею в виду, как народный промысел, что для мужчины это серьезные, достаточно солидные деньги, которые не стыдно зарабатывать? Ну, на мой взгляд, тут как бы ни то, ни другое, ни третье, да? Не всегда от того, что нет материальных каких-то средств, не всегда от того, что там нет работы. Ну, где-то, наверное, это присутствует, когда там люди не загружены, они свое материальное положение улучшают вот этим занятием. А во многих случаях, я бы сказал, что это просто увлечение, от которого сегодня, видимо, вот уже традиции сложились таким образом, что от него, ну, невозможно сегодня отступить, и многие семьи, не потому что им не хватает средств, не потому что они там хотят даже продавать. Ну, как вот у нас вышивальщицы, у нас как любители там, я не знаю, разведения домашних цветов и так далее, которые любят это дело, и не все ставят какие-то меркантильные интересы, когда вяжут этот платок. Многие просто считают это своим любимым занятием, и мы очень рады, что так у нас и происходит, в том числе и это. Виктор Александрович, насколько я знаю, вот на вашей фабрике 40% мужчин работают. Они вот вязальщиками работают, или все-таки они обслуживают оборудование? Нет, они обслуживают оборудование, а вязальщицы непосредственно, конечно же, женщины. Я вот хотел дополнить Виктора Александровича, то что, на самом деле, я думаю, что, на мой взгляд, это все-таки увлечение и хобби. То есть, опять же, когда вяжешь, держишь спицы в руках, то человек успокаивается, приходит какое-то умиротворение. Поэтому многие просто это как бы любовь именно к промыслу какому-то, ну, что ты вяжешь и успокаиваешься. Александр Александрович, я вас перебью, потому что у нас есть звонок. Первый телезритель дозвонился сегодня в прямой эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире программа «Обратная связь». Задавайте, пожалуйста, свой вопрос, не забывайте нам представляться. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Юрий Петрович, житель города Оренбурга. Очень приятно. Сегодня обсужается очень хороший вопрос, и развитие традиций, и развитие нашего самого главного бренда, как и это пухово-платка, очень прекрасно. Но хотелось бы обратить внимание, что в других передачах было о том, что сырьевая база пухово-вязания потеряна практически уже в Оренбурге. Так ставит вопрос, не выставки делать у ТООООП, а вернуться к сырьевой базе. Как вы считаете, может, надо развить сырьевую базу, а затем уже развивать пухово-вязание? Вот и важный вопрос, где сейчас сырьевая база? Кто занимается вопросом? Какие вкладываются туда средства? Как это планируется в дальнейшем развитии? Спасибо вам большое за ваш вопрос. Очень правильный вопрос. Я хотел эту тему, сколько по секрету, позже поднимать. Ну, поднял я телезритель. Виктор Александрович, не совсем вопрос, все-таки вы министр культуры, а не сельского хозяйства. Но, тем не менее, есть у вас точка зрения на эту... Ну, есть, конечно, абсолютно правильный вопрос, что у нас частично утеряно сегодня производство пуховых коз. Хотя они есть в Оренбургской области. И эта тема абсолютно правильно, надо ее развивать, это разведение этих коз. А почему их не разводят? То есть сейчас стал их содержать невыгодно или не востребован, вот, собственно говоря, тот товар, то есть тот пух? Это, наверное, все-таки Евгений Александрович. Или как? Почему так сказать? Не выгодно стало их содержать, потому что цена, как бы, пуха, себестоимость очень высока. Ее просто, ну, не готовы покупать наши местные производители, потому что иначе изделие будет очень дорого стоить. Вы где берете сырье? Мы закупаем пряжу готовую в Италии, вот, и, соответственно, у нас, как бы, основным условием контракта с итальянцами было непосредственно, чтобы они закупали именно российский пух. А почему пряжа итальянская, Евгений Александрович? У нас здесь это утрачено сейчас, вот, именно при денье пряжи? Да, да, совершенно верно. То есть у нас мы были единственными производителями в России, те, кто производили пряжу сами непосредственно. Больше в России пряжу такую никто не делает. И когда у нас оборудование пришло в негодность, мы были вынуждены просто искать данное оборудование, чтобы производить пряжу. Лучше итальянцев мы не нашли, то есть они в этом, нас опережают на лет 20, а может быть, 50. Вот, мы сами ездили в Италию, смотрели, ну, и, соответственно, увидели, что мы просто не посиленно нам купить данное оборудование, потому что инвестиции очень высокие. Ну, сколько стоит вот оборудование, то, которое надо, чтобы вот здесь вязать? И какая у них производительность главная? Да, от 2 миллионов евро стоит оборудование и производительность миллион тонн в год. То есть у нас для производства используется где-то 60 тонн пряжи. Миллион тонн в год, а надо 60 всего? Абсолютно верно. Так это, в принципе, можно всю страну обеспечить, их каждый регион занялся пуховязанием. Да, к сожалению, только нашей стране, но не нужны такие объемы пряжи, потому что у нас была и мысль такая, чтобы себя обеспечивать непосредственно пуховой пряжей. И обеспечивать с наших непосредственно пуховязальщиц и по России. Но не востребовано, не нужно такого объема пряжи. То есть насколько у вас, еще раз, чтобы с этой темой закончить, сейчас выгоднее покупать сырье все-таки местное здесь. Ну, не только в Оренбурге, я так понимаю, в других, насколько знаю, Волгоград занимается. Конечно. Отдавать итальянцам, они там на своем супер-пупер оборудовании все это обрабатывают. И нам же поставляют пряжи, с которых мы вяжем. То есть у нас получается, как в Оренбурге даже нашим брендам втянулся процесс глобализации мировой, да, вышло? На самом деле, да, большое разделение труда. То есть в Европе там каждую операцию делают разные компании. То есть это позволяет, опять же, делать это более выгодно и более профессионально, более качественный продукт получать на выходе. То есть, ну, нигде нет в Европе, наверное, предприятий, которые занимаются от начала до конца. То есть можно сказать все-таки с натяжкой, но тем не менее, что наш оренбургский пуховый платок сейчас является несколько даже, скажем так, оренбургско-итальянским. Нет, я бы не сказал, что он является оренбургско-итальянским. Он чисто наш оренбургский, потому что традиции-то остались, люди остались те же самые, технологии те же самые. Ну, а главное, как бы, это качество платка. То есть то, что качество платка стало гораздо лучше, это не обсуждаемо. У нас есть сюжет на эту тему. Мы вот тут, правда, снят он в прошлом году, но тем не менее, тогда, когда состоялось официальное открытие оренбургской фабрики пуховых платков, пригласили журналистов, в том числе и вашу покорную услугу, который сам видел, на каком оборудовании сейчас все это производится, какое получается качество. Давайте посмотрим сюжет. Фабрика оренбургских пуховых платков год назад полностью обновилась. Произошло полное переоснащение производства. Парк станков сократился, а выпуск продукции, напротив, вырос. Причина в производительности. Она выше в три с половиной раза. Только на замену оборудования инвестиции потрачено 150 миллионов рублей. Это значит, что 100 с лишним станков были убраны и около 20 станков приобретены. Новое оборудование и новые виды продукции. В частности, носки, которые выпускаются на полностью автоматизированной линии. Но все же главный здешний товар, он же символ нашего края, знаменитая оренбургская паутинка. Ее сегодня вяжут на машинах родом из страны восходящего солнца. Японская чудо-техника заменила устаревшие станки еще советского производства. Уникальность этого оборудования в том, что оно имеет возможность фактически моментальной перенастройки. Допустим, сейчас вяжется большая паутинка. Несколько нажатий клавиш вот на этом экране и вяжется уже небольшой платочек. Все это оборудование отнюдь не дешевое, но оно позволит фабрике, которая недавно переживала не лучшие времена, выйти в лидеры областного легпрома. И оренбургский пуховый платок смогут накинуть на плечи еще больше женщин по всему миру. Пока смотрели сюжет, у нас появился еще один звонок в студию. Телезритель дозвонился по телефону 43-45-07. Здравствуйте, вы в прямом эфире программа «Обратная связь». Задавайте свой вопрос, не забывайте представляться нам, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена. Знаете, как такового вопроса нет, просто очень хотелось бы выразить большую благодарность руководства фабрики пуховых платков за то, что в нашем городе открыт на сегодняшний день уже не один магазин фирменный. Скажите, пожалуйста, Лена, а вы каким образом вот этими магазинами пользуетесь? Есть ли у вас, например, родственники в других городах, которым вы дарите платки? Нет, вот именно это я сейчас хотела сказать. Как бы, так удобно, когда сами ездим в гости, то есть удобно, что в шаговой доступности в любом торговом центре открыты эти магазины. И наоборот, когда гости, родственники, друзья приезжают к нам в гости, ну, вот прям, раньше надо было отправлять друзей, там вот куда, на Росково или где фабрика находится, то есть далеко, восточный район. А сейчас та же армада, то есть самые крупные торговые центры оснащены вот этими замечательными магазинами. Скажите, а у вас много вот таких родственников, которые приезжают в Оренбург и сразу говорят, давай, Лена, веди нас в платочный магазин, платок хотим купить? Все, кто приезжает в первый раз к нам в гости, именно в наш город, обязательно мы везем, в том числе на экскурсию, ну, вот в магазины. И обязательно кто-нибудь покупает вещи, все покупают вещи. Спасибо вам за добрые слова, спасибо за звонок, звучат все наши программы. Евгений Александрович, насколько я знаю, вы там не с пустыми руками пришли. Покажите, что вы принесли. Сделали такой небольшой вам сюрприз в ваш музей Поле Чудес. Вот такую замечательную надпись, Ортепланета. Такое вот изделие хотим отдать вам в дар. Спасибо. Еще у нас есть небольшой сюрприз. Это вот такие носочки, это лично вам, Виталий. Спасибо. Они теплые, наверное? Да, теплые, мусоровые, я думаю, что да, мы сейчас нагреваться. Спасибо большое. А, мне это самое, сказали, что надо показать, но не видели. Да, вот здесь вот такие белые пуховые носки с надписью Ортепланета. Но это не пойдет в музей нашей телекомпании, буду надевать и службу нести в них, в общем. Спасибо большое. Зимой как-то было. Вот вывязана Ортепланета. Я так понимаю, что сейчас техника позволяет любые узоры и вообще что угодно вывязывать, да? Да. Это востребовано? Да, на сегодняшний момент мы можем любой узор вывезать, любой логотип. Это позволяет машина, то есть специальный технолог обученный, который составляет программу и, опять же, составляет дискету в машину и выходит такое замечательное изделие. Я думаю, что у этого большое будущее, потому что крупные корпорации, ну, конечно же, они хотели бы отличаться от обычных стандартных вещей и делать такой, как бы, эксклюзивный подарок для своих сотрудников. Виктор Александрович, Оренбуржье в качестве презентов, допустим, каким-то иностранным посланникам, с других регионов важным гостям, шишкам, оно использует вот эти возможности пуховизальной фабрики, что-то там написать. Ну, например, приедет нам какой-то чиновник, уважаемый там Сергей Петрович, вам от Оренбургской области вывезать и подарить. Ох, как приятно будет человеку. Ну, уважаемым Сергеем Петровичем мы не дарим. Ну, там, вернее, не Сергей Петрович, там, но вашей жене. Ну, такие заказы мы начинаем делать тоже. И, в принципе, не уважаемым людям, а мы сегодня стараемся, опять же, пропагандировать нашу область. Поэтому то, что сегодня, например, вы видели на той же акции филармонии громадный платок с гербом города Оренбурга, где написано 270 лет. Ну, наверное, такие заказы будут. Хотя, еще раз говорю, я тоже очень доволен, что у нас фабрика сегодня работает очень эффективно, очень качественно. И, как бы там итальянцы не дулись, все равно наш оренбургский платок у нас останется оренбургским платком. Я еще раз подчеркну, что сырье наше. Хорошо. Руки умельцы наши. Фабрика наша. Вот такой у меня немножко провокационный вопрос к вам, Евгений Александрович. Вот смотрите, изделие связано машинным способом. Ну, так, немножко грубоватое слово, но, тем не менее, применю все-таки. Спасибо, конечно, за то, что принесли. Но это, как кажется, вот мне во всяком случае, это некий шарпотреб, который там большими порциями шлепается и так далее, там и вывязывается и продается там по достаточно доступным ценам. Но все-таки вот хочется ручной работы. Что ты думаешь, вот вязача-то сидела долгими там вечерами, вывязала, ты потом это ах, и вот на себя там женщина примерила, и она там как королева там в бриллиантах в этом платке. Или я не прав, сегодняшняя современная машинная вязка дает качество ничуть не хуже того, что ручная? Нет, конечно, на сегодняшний момент машинную вязку от ручной практически не отличить. В чем-то мы даже превосходим, потому что не каждая мастерица сможет связать так, как машина, когда будет петелка к петелке одинакового размера. Вот это, ну, у нас таких осталось как бы очень мало, те, кто умеют вязать платок и делают его действительно качественным. Поэтому здесь мы их даже превзошли, скажем, ручные изделия. И обычный покупатель, ну, конечно же, он не найдет разницы между фабричным платком и ручным. А в стоимости мы, конечно же, выигрываем, потому что, ну, мы единственные в стране, которые ручной промысел поставили на машинное производство. Именно сделали это промышленным способом, промышленным методом. Давайте послушаем еще одного телезрителя, дозвонившегося в прямой эфир. Давайте я все-таки скажу, я тут не согласен тем, что у нас, я согласен, что качество действительно, но ручной платок, на мой взгляд, это все-таки, когда руками вот связано, когда туда душа вложена, когда мастерица, пусть она где-то там немножко там не идеально сделана. И, может быть, даже у наших вот мастериц и не идеальность, это тоже она украшает, это ручное производство. Поэтому, еще раз говорю, конечно, замечательно, что у нас есть фабрика пуховых платков, но все-таки я считаю, что и народный промысел, который сегодня существует и развивается, он тоже дает свое своеобразие этому платку, его теплоту и так далее. То есть, будем считать, что здесь как бы две стороны монеты. С одной стороны, мы имеем хорошее пуховизальное производство, которое всегда востребовано, люди приезжают. Может быть, не всем нужна ручная работа, но всем нужно приехать из Оренбурга и перевезти с собой пуховый платок, потом показывать его, демонстрировать. Но некоторые истинные гурманы, они, конечно, купят ручную работу и купят за хороший день, который у них, безусловно, есть, и будут тоже так же носить. Поэтому, как говорится, и то, и другое уместно. Вот теперь хочется поговорить с вами, Евгений Александрович, о такой больной, насколько я знаю, для вашей фабрики теме, вы ею занимаетесь. Не знаю, правда, как сейчас, в каком состоянии, я имею в виду подделки под Оренбургский пуховый платок. Насколько я знаю, вот есть бренды определенные, кто кроссовки подделывает, кто там вместо масла маргарин. И целый есть бизнес, который под Оренбургские пуховые платки подделывает, ну, низкосортные подделки пытается представить. Вот, насколько я знаю, вот сам встречался, едешь в курортном поезде, там, с моря, в Волгоградской области заходят такие дамы, цыганистого вида, и начинают показывать платки. Им говоришь, женщина, а вы что зашли, вы посмотрите, хоть какой поезд-то вы зашли, зачем вы сюда это принесли. Все равно ходят, продают. Это сейчас проблема, и вообще, вот, как вот эту подделку пытается под Оренбургский пуховый платок, что называется, сунуть человеку, который в этом, может быть, слабо разбирается? Да, здесь эта проблема очень серьезная. Почему? Потому что, ну, на самом деле, с нашими пуховизальщицами мы идем в одну ногу, вот, и мы, ну, не конкуренты, а мы, наоборот, мы друг другу помогаем. Мы продаем качественные вещи, просто мы выходим на разный сегмент рынка, то есть, соответственно, если ручная работа может быть на более, там, богатых людей, то мы более массово это все делаем. Вот, а что касается подделки, это вот сейчас просто изобилие в городе именно платков из Азии, это Киргизия, Таджикистан, где вяжут, действительно, плохого качества платки, которые... То есть, они даже не иногородние, они даже иностранные. Они иностранные, да, ну, из наших бывших республик, вот, и, соответственно, эти платки, они, конечно же, ударяют по имиджу нашего пухового платка. Так они представляют это как именно оренбургский платок, то есть, они говорят, что это просто платок, говорят, это оренбургский, да? Конечно, если они напишут, что это таджикистанский платок или узбекский, ну, его никто не купит, поэтому они продают его под видом оренбургского, соответственно. В чем там собака зарыта, собственно, почему вот платки эти, они плохого качества, почему они не могут с нашими конкурировать ни по качеству, ни как бы по внешнему виду? Ну, а просто проблема в том, что этот платок через неделю можно будет выкинуть, потому что он весь вылезет и останется, он будет как половая тряпка выглядеть. Вот, и, соответственно, и цена у него такая дешевая, потому что там не вкладывается дорогое сырье, а вкладывается самое дешевое, что ни на есть сырье. Александр Александрович, это проблема для Оренбургской области в качестве удара по ее имиду, как вы считаете? Ну, я не говорю, что это большая проблема, вообще любая подделка, любой брак, это вообще проблема для всего, что у нас существует. Поэтому вот то, что делает, например, фабрика пуховых платков, о чем говорил телезритель, расширяя сеть своих магазинов, где вы можете действительно приобрести качественные товары. Если мы говорим о пуховых изделиях, у нас тоже есть ассоциация пуховизальщиц, которая, так сказать, сегодня может порекомендовать, у кого купить этот платок, сами могут, так сказать, предложить какие-то пуховые изделия, ручную работу. Поэтому, наверное, порекомендовать, чтобы, так сказать, вот в случайных людей или в случайных местах не приобретали эти платки. Ну, я надеюсь, что все-таки в Оренбурге чуть меньше этого брака, потому что здесь есть свои традиции, есть знатоки этого дела, и даже люди, которые сами, может быть, не вяжут, все-таки знают и умеют отличать оренбургский платок от азиатской подделки. Да, я хотел бы дополнить, просто, ну, на самом деле, конечно же, этот платок, он все равно ударяет по нам, Виктор Александрович, очень сильно, так как все непосредственно негативные эмоции, они высказывают нам, потому что, ну, они не могут звонить женщинам, нашим пуховизальщицам, которых они купили изделия. Они покупают, звонят нам, и весь негатив говорит, да ваш оренбургский платок, да что же вы нам продали, да непонятно что. Тогда начинаешь разбираться, кто продал, и как выясняется ситуация. Да, у нас есть сайт, есть адрес, и, соответственно, мы все эти эмоции негативные, начинаем людям объяснять, да это не наш платок, то есть, ну, и, конечно, люди расстраиваются, но в любом случае они уже неохотно потом в следующий раз приезжают и покупают наши изделия. Понятно, что оренбуржец, он, как говорится, даже вот того, на котором кто видел пуховый платок, хотя бы раз-два и в руках его держал, его на мекине, что называется, не проведешь. А вот человек иногородник, которому сразу первый раз куплю платок, ну, денег не хватает немножко, там, как всегда это у нас бывает, ну, что-нибудь подешевле, потом он у него превратился, как вы говорите, в тепловую тряпку, естественно. Вот это, по-моему, будет бить сильно по имиджу. Вообще, нужно ли на государственном уровне, на областном уровне бороться с этим? Виктор Станиславович, если да, то каким образом? Как вы считаете? Ну, бороться с этим, конечно, нужно, не всегда это просто борьба с этим, потому что, ну, человек продает, так сказать, свое изделие, да, продает свое изделие. А где-то хожу, что он говорит, что это оренбургский. Нет, дело не в том, что оренбургский, так сказать, он продает, он дает ту цену, которую, так сказать, он реально этот стоит, да. Другое дело, что он выдает это изделие. Конечно, с этим надо бороться, я думаю, что, так сказать, мы постараемся как-то помогать в этом плане нашим покупателям, чтобы не было этого. Наверное, вот надо больше, опять же говорю, пропагандировать наш платок, наверное, надо все-таки и предупреждать о этих мошенниках. Я думаю, и наша передача тоже, так сказать, телезрителям поможет как-то более тщательно относиться к покупкам, которые они делают, так сказать. Александр Ильич, вот ваши советы, как отличить подделку от настоящего платка? Вот приходишь на рынок, ты говоришь, это оренбургский. Как его отличить? Ну, во-первых, все платки из Азии, они идут многоцветные платки, то есть наши платки стандартно белые и серые. Да, сейчас и пуховязальщицы, и мы делаем цветные платки, но они одного цвета, не переливами идут, а одного цвета, ну, там, розового цвета, голубого, таких пастельных цветов. То есть какая краска в пряжу добавляет? Да, 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 конечно же. Но лучше всего покупать в специализированных магазинах, потому что это точно не ошибешься, это точно купишь платок, который достоин качества. И даже если платок по каким-то причинам не понравится, всегда можно будет прийти и вернуть этот платок. А платок, который куплен где-то на рынке, именно азиатский, ну, вы никогда не найдете, куда его вернуть назад. Не найдете этого продавца, естественно, пойди его там поищи, будет он там стоять на этом месте. Ну, у нас тут где-то около трех минут до конца эфира остается, надо бы как немножко закругляться. И в связи с этим вопрос, Виктор Александрович, такой, вот, в финальной части программы. Есть ли, может быть, необходимость как-то поддерживать наш пуховязальный промысел, наше пуховязание? Я в данном случае не говорю не про фабрику, я чувствую, у них там все в шоколаде будет, надеемся. А говорю про тех, которые вяжут индивидуальные платки, какими-то программами. Может быть, там вот помогать с тем же сырьем там закупать, чтобы затем как-то помогать продвигать в торговлю, в том числе в иные регионы. Вы не видите такой необходимости? Ну, наверное, такая необходимость она есть, и я думаю, что и мы помогаем. В принципе, я говорю, вот мы очень плотно работаем с ассоциацией наших пуховязальщиц, и фабрика тоже помогает, насколько я знаю, и с сырьем. Пусть оно там сделано в Италии, но наши пуховязальщицы могут уже и приобретать достаточно по приемлемым ценам сырье, уже готовое, и не искать это. Ну, я думаю, что еще у нас есть перспективы дальнейшей поддержки наших народных промысел. Мы подумаем, и, наверное, какие-то решения будут. Михаил Александрович, тут у нас на последних минутах есть дозвонившийся телезритель, но мы не можем его не послушать, с учетом того, что они как-то не сильно нас вопросами беспокоили, так друг с другом пообщались. Но, тем не менее, разговор достаточно интересный произошел. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос, не забывайте нам представляться. Я всю передачу прослушал, но ассортимент вашей продукции, платки я знаю, уже много подарил, а вот носочки где купить еще? Где купить носки? Оренбургский пуховый носок еще у нас будет в районе. Носочки вы также можете купить в наших магазинах. Ну, к сожалению, может быть, каких-то сейчас позиций нету, потому что ввиду сезона. Но в любом случае приходите, мы вам поможем. Ну, все, теперь окончательно закругляемся. У нас тут осталось, по-моему, где-то порядка минуты в эфире, и время осталось только для того, чтобы подвести итоги нашего традиционного интерактивного голосования. Вот перед вами этот график. Ну, как и ожидалось, ну как еще? Вопрос был достаточно простой, и ответ на него напрашивался, но тем не менее хотелось знать, потому что у людей есть какое-то другое мнение. Оренбургский платок является символом нашего края. Естественно, не являются, соответственно, большинство телезрителей, которые, кстати, нам сегодня не очень хорошо звонили в прямую эфир, но зато очень активно сегодня голосовали. Видимо, сомнений в большинстве телезрителей нету в том, что Оренбургский платок является символом. Но, тем не менее, есть какой-то процент, который его не считают, совсем мало таких людей, и такой же небольшой процент тех, которые считают, что у нас этих символов несколько. Вот такой у нас получился разговор. Спасибо за участие в программе. Я говорю моим сегодняшним гостям. Это были министр культуры и внешних связей области Виктор Александрович Шориков. Спасибо вам, Виктор Александрович. А также Евгений Александрович Бочков, директор Оренбургской фабрики пуховых платков. Спасибо. Уважаемые телезрители, спасибо вам за участие в интерактивном голосовании. Спасибо за ваши звонки в прямой эфир, те, кто дозвонились. Следующий прямой эфир программы «Обратная связь» пройдет в пятницу. Я уже с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok